Девушки отдыхают Я не знала. Но ведь явно же дело было не чисто. Потом пришли эти из службы безопасности, и я поняла, что Эдик увел чьи-то деньги и спрятал. Затем я случайно уронила черепашку. Черепашку? Это ночник моего сына. А там флешка. И вы об этом никому не сказали? Нет. Я вставила ключ-флешку в компьютер. Запустилась программа. Запросила пароль. Я хотела сама разобраться. И как? Позвольте спросить. У меня есть знакомый хакер, он хороший компьютерщик. И, понимаете, Эдик он оставил меня и сына без средств. И я подумала, будет честным, если деньги достанутся мне. Я была уверена, что это не поврендит ни Ане, ни Ивану. Не уверена. Да что часто плакать? Момент. Вот это распечатка с камер. Вы действительно были в торговом центре в момент убийства Картовича. Но учитывая то обстоятельство, что, оказывается, у вас был сообщник, вы могли приехать туда специально. А сообщник в это время мог навестить вашего мужа. Никаких сообщников у меня нет, я же вам говорю. Вы можете описать наподавшего? Молодой парень. Лет двадцати, двадцати пяти, высокий. Жилистый. У него на шее сзади татуировка была в виде иероглифа. Я его не знаю, понимаете? Ваня, ну я же не могла. Ну ты же понимаешь, что я бы так никогда не поступила. Ваня! Нам надо что-то подписать? Нет. Можете быть свободны. Ну и что мы Анечке скажем? Что ее мать убийца? А ты в этом уверен? Ты же сама утверждал. Ну это какая-то хитрая комбинация. Ты думаешь, что она сама у себя флешку украла? Это нелепо. Это люди Рогова сто процентов. Опять двадцать пять? Да. И твои похитители наверняка с ними связаны. Надо их найти. А на Ольгу ты просто злишься. Потому что она втянула нас в эту историю. Все, пожалуйста. Давай не будем это обсуждать, ладно? Здоров. Да, Андрей. Да, Андрей. Слушай, ну в общем, прошерстила тут всех этих сотрудников безопасности этого Олька Стайла и ничего похожего на твоих похитителей. Даже близко. Да, кстати, еще по поводу арендованной машины. Они действительно арендовали ее через контору. Но как они утверждают, ее угнали с офисной стоянки. Да, еще. Так что я думаю, что это либо ребята не из ЛЭК Стайла, либо они очень хорошо подмели за собой. Да, кстати, еще по поводу этого Рогова. Надо узнать, где он раньше работал. Не пользуется ли он своими какими-нибудь старыми связями. Угу. А шикарная идея, молодец. Ну, конечно, узнай. Все, давай, сейчас подъеду. Нашел похитителей? Нет, слушай, я тебя такси вызову. Дома подождешь меня, я быстро. Пока он будет искать этих похитителей, и Рогов свалит куда-нибудь на Гавайи, и потом ищи ветер в поле. Что предлагаешь? У меня есть зацепка. Ваня, это абсолютно безопасно, я тебе клянусь. Смотрите, там будет идти проводка, но ее будет не видно из-за карниза. Лен, что с вами? Я думаю, что так, вот там нам нужно будет прошторобить. Прошторобим. Лен, почему у вас такое лицо? Какое? Опрокинутое. Давайте все-таки поговорим о проводке. Лен, мне кажется, вы снова переживаете за Анну. У нее все в порядке? Относительно. Слушайте, а чего вы все время так интересуетесь ее делами? Просто она мой лечащий врач и приятная женщина. А она, между прочим, еще замужем. Я помню. Я также помню, что она ваша подруга, поэтому поверьте, ее дела меня действительно волнуют. А при чем здесь подруга? Давайте будем честными. Давайте. Если хотите ухаживать, пожалуйста, дождитесь, когда у нее закончатся проблемы и упражняйтесь дальше в обольщении. Хорошо? Лена. Лена. К сожалению, я не очень опытный обольститель. Мне жаль, что вы не заметили. Меня интересует совсем не Анна. Так, что Штрабим? Штрабим. И там тоже. Здравствуйте. Господи, я же вас просила не приезжать. Я не могу это сделать, вы понимаете? Не просите. Инна, пожалуйста, кроме вас нам никто не поможет. Вам нужно просто показать договор и все. Вы понимаете, что я потеряю работу? Вы это понимаете? Ну, а человек потеряет свободу. Как вы потом с этим жить будете? Вы же главный бухгалтер, а это уголовно-ответственная должность. И если Рогов сбежит и все это вскроется, тогда сядете вы. Да. А кому еще? Я вас прошу поехать со мной. Ну, никто вас не уволит. Рогов, в конце концов, здесь не главный. А преступник будет наказан. Хорошо, я поищу договор. Спасибо вам большое. Не за что. Скажите, вам знаком кто-нибудь из этих людей? Может быть, они у вас работают? Да. А в чем собственное дело? Ну, эти люди подозреваются. Так вы из полиции? Покажите удостоверение. Я адвокат. Всего хорошего. Я ведь с постановлением вернусь. Тогда я поговорю. Смотри, сейчас наверняка кому-нибудь из наших фигурантов будет названивать. Ну, давай подождем. Может, выйди туда? Давай. Вот. Даты. Даты видите? Угу. Но в эти самые даты этот договор не был проведен. То есть его гораздо позже оформили, понимаете? Я, когда этого видела, сама обалдела. Да. И те же два миллиона евро. А Рогов утверждает, что в компании никаких исчезновений крупных сумм не было. Деньги якобы были использованы на разные сделки в рамках финансирования омского филиала нашего. Ничего себе. Масштаб мышления. Город миллионеров. Ладно, шутки в сторону. Объясните мне. Теоретически Рогов, отняв эти украденного Картовича деньги, мог оставить их себе? Так? Как? А, да, конечно, вполне. Это же все теперь не учтенка. Занятная схема получается. Будем беседовать с Роговым. Как? Аккуратненько. Ой, вы знаете, я очень боюсь, что у вас ничего не получится. Потому что он на работу не вышел, а помощник лично и сказал, что у него сегодня две очень важные встречи и еще совещания. Так. Объявляем его в розыск. Немедленно. Дежурный! Ко мне! Здрасте. Здрасте. Как у нас там ситуация с пробками? Как обычно. Когда у вас здесь? Через три часа. Успеем. Ну и замечательно. Да. Замечательно. 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 Здравствуйте. Добрый день. Рогов Леонид Павлович. Летите в Мали? А? Отдыхать? Именно, именно. Господин Рогов? Да, в чем, собственно говоря, дело? Пройдемте с нами. Буквально несколько минут. Извините, у меня рейс. Самолет сейчас отходит. Я не могу уедиться. Не будем спорить. Это просто мера предосторожности. Это не займет много времени. Этого я знаю. Узнаешь? Сейчас с нами в полицию поедешь. Какая еще полиция? Присаживайтесь. Могу я вас попросить снять очки? Руки у вас в загляденье. Прям биография. Так, спортом занимаюсь. А что? Где вы были восьмого числа этого месяца с пятнадцати до восемнадцати часов? Так это, сейчас вспомню. А, я на даче был. Кто это может подтвердить? Сосед может. Мы вроде здоровались. Поздоровались, а потом поехали к Картовичу и… Э! Вы что, хотите на меня убийство повесить? Но вы же Гарину похитили. Его же не угрожали. Да никому я не угрожал. Так. Давайте по порядку. Вас Рогов нанял. Да. Рогов сказал надавить, узнать куда Картович деньги увел. Но убийство, это не ко мне. Не помешаю? Угу. Задержали Рогова в аэропорту. На Мальдивы собирался. Без адвоката говорить отказывается. Да. Будет он теперь на вас валить. А если еще хороший адвокат попадется. А он попадется, деньги у Рогова имеются. Не, я за него не подписываюсь. Тогда рассказывайте. Что? Все. Про напарника. Что, где, откуда, где были в момент убийства. И всю ситуацию. Подробно. Инна, спасибо вам. Вы такое дело сделали. Вы даже не представляете. Спасибо, что все-таки решились. Да. Ради Эдуарда. Он бы оценил. А Рогов получит по заслугам. Спасибо. До свидания. До свидания. Итак, вы признаете тот факт, что хотели обмануть компанию, чтобы скрыть пропажу средств украденных Картовичем? Верно? Да. Я признаю. А также то, что по вашему заказу двое сотрудников вашей компании организовали похищение гражданина Гарина, а также угрожали его жене и жене Картовича. Погодите. Погодите. Этого мой клиент подтвердить не может. Зря. Ваши подручные уже дали признательные показания. Гарин опознал похитителей. Так что советую не забираться. Рекомендую вам пойти на контакт со следствием. Я никого не нанимал. Так, может, вы мне тогда расскажете, кто вчера из дома Гарина похитил ноутбук и флешку? Ну, давайте моему клиенту еще угон самолета припишем. Вы что, все на него хотите повесить? Никакого отношения к этой краже он не имеет. Он всего лишь не сообщил о пропаже денег. Вот по этому пункту мы и будем общаться. Ой, Аня, он мне такое сказал? Че? Ну, как бы не сказал, а понять дал. Ну? Нет, он такой удивительный. У меня даже голова закружилась. Представляешь? Ла-ла-ла. Не в первый раз. Нет. Такой у меня точно в первый раз. Я надеюсь, моя личная жизнь наладится наконец-то. Я тоже надеюсь, что твоя жизнь наладится наконец. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, Капучино. И мне тоже. Хорошо. Ты меня звала, хотел что-то рассказать. Да. Против Рогова. Есть свидетельство. Отлично. Его уже взяли. Ясно. А с Ольгой-то что, ее посадят? С ребенком что будет? Да не виновата она. Ань, ты что, решила ее защищать? Она же мужа у тебя хотела увезти. Да при чем тут это? Как бы она себя не вела, она не преступница. Она никого не убивала, это очевидно. А кто? Рогов? Ну да. Или его помощники. Воздушный гимнаст. Он же еще на свободе. Мне кажется, тебе вообще нужно сидеть дома и не высовываться. Да ему только флешка нужна была. Я не виновата, почему меня здесь держали. Тем более, нет никаких доказательств, что я связана с этим парнем. И быть не может. Успокойтесь. Вас уже выпустили. Документы готовы. Слава Богу. Вань, ты можешь меня отвезти к Аниной маме? Мне надо за Сережкой. И я хотела бы с Анютой попрощаться. Да. Конечно. Андрей. Слушай, ну очень легко этот парень к нам в дом забрался. Я Ольгу отвезу, а ты можешь за Анютой присмотреть, ладно? Хорошо. Поехали. Слава Богу, даже не верится. Анечка, дозвониться до тебя не могу. Вот и сообщение оставляю. Перезвони, пожалуйста, как сможешь. Давай. Ты же попросил своего адвоката к ней поехать. Все будет в порядке. Ну что, поехали за Сережкой? Вань, что с тобой? Ну что со мной? Со мной все прекрасно, все замечательно. Похищение, арест. Отлично. А вот с тобой-то что? Я впускаю тебя в свой дом, сажаюсь за стол. Ты кроме себя о кого-нибудь думать можешь еще? Не? Вань, да, я хотела забрать деньги. Я понимаю, что это неправильно. Ага. Ну я просто не понимала, что мне делать. И потом, если бы мы с Сережкой сбежали с деньгами, я бы не смогла видеться с Анютой. Оль, давай сократим наше общение до минимума. Ладно? Поехали. Ваня. Пока. До свидания. Когда будет расшифровка от телефонного оператора? К вечеру. Ну по звонкам и так понятно, что эти красавчики все Рогову докладывали. Так что с похищением Гаррина все ясно, Рогову не отвертеться. Убери этот свинарник. С убийством сложнее. Соседи подтвердили, что человек Рогов в момент убийства был на даче, а Рогов на совещание, окруженный тучей свидетелей. Или у него есть двойник? В общем, алиби у него железное. Да и этот воздушный гимнаст выглядел по-другому. На бандитов не похож. Угу. Есть еще одна фигура на поле. А если Картовича убрал просто киллер? Рекой по голове? Что-то не слышал о таком орудии убийства в случае подготовленного преступления. Меня мучает еще один вопрос. Как Рогов достанет украденные Картовичем деньги, а? Да, это вопрос. А может, все проще. Может, Гарин с его бывшей женой все это дело провернули, чтобы деньги скрыть. А паренька этого Карлсона выдумали, чтоб не лишаться доступа к счету. Вернее, послали в квартиру Васильковой подставное лицо, чтоб ее запутать. Анну. Или Ольга одна все провернула? Это версия. И мы ее тоже проверим. Я даже знаю, как. А что с той историей, с цветами, которые Эдик дарил какой-то дамочке, нашли ту любовницу, а? Ой, здрасте. Здрасте. Андрей Григорьевич, здрасте. А где Ваня? А он Ольгу повез к твоей маме за детьми. Подождите, как Ольгу? Ее отпустили? Ань, почему он ее так опекает? Подожди. У меня к вам просьба, девушки. Будьте дома, пока этого альпиниста не нашли. Хорошо? Ладно. До свидания. Слушай, Аня, а может ты что-то вспомнишь про этого парня в кенгурге? Может, я не знаю, какие-то особые приметы? Точно. Точно. Что? У него была татуировка на шее, вот здесь. Сзади, в виде японского иероглифа. Может, он в каком-то клубе состоит? Единоборств восточных, я не знаю. Так давай у Виталика узнаем, он же всех тренеров знает. У Виталия? У Виталия. У Виталия. Ну вот. Ну вот. Похоже на татуировку на шее парня? Ну, вроде похоже, но я видела-то ее всего секунду, не больше. Ну, здесь тренируются сильные ребята. А судя по спортивной подготовке вашего ниндзя, паренек не слева. Виталий Валентинович, какая честь для нас. Мы можем предложить нашим гостям чай, только что произвели из Японии. Ну, давайте с чаем чуть попозже, мы тут по делу. Вот что. Мы разыскиваем одного человечка, предположительно члена вашего клуба. Поможете? Если я смогу, то, конечно, с удовольствием. У него на шее здесь вот татуировка была примерно такая же. Вы его знаете? Так у нас полклуба такие. Как с ума посходили? Все накалывают иероглифы. Шатакан – это стиль нашей школы. Сами посмотрите. Женя! Покажи татуку. Да, уж приплыли. Спасибо. А у вас в базе есть фотографии учеников? Ну, только не все. Только те, которые получали через наш клуб сертификат. Ну, покажи, пожалуйста. Ну, я лица не видела. Он в купюшоне был. Ладно. Девочки, сделайте одолжение. И лично для меня распечатайте, пожалуйста. Хорошо. Виталий, спасибо вам большое. Да за что? К сожалению, пока что все малорезультативно, но я рад вам помочь. Ну, мы поехали? Давайте. Спасибо еще раз. Да, я все сказал. Пора уже валить. Окей, сейчас заеду. Давай. Игорь Сергеевич, здравствуйте. Это Аня Василькова. Я встретила этого парня, ну, с Роглифом на шее, около клуба восточных единоборств. И сейчас еду за ним. Я в машине. Да, да, да. Запишите номер. Н-568-АЦ. Я двигаюсь по Михайловскому шоссе в сторону офиса Рогова. Да, спасибо. Поняла. Так, срочно объявляйте перехват. Вот номер машины. Так, точно. А телефон Картович? Телефон Картович на прослушке. Домашний тоже. Почтовые ящики под контролем. Ну, хорошо. Если она решит прокрутить или снять деньги, у нас будет повод для задержания. Черт, батарея опять села. У тебя зарядка. Вань, ты не представляешь себе, что значит остаться одной с малышом на руках. Все, ладно, Оль, хватит. Ты уже сто раз эту карту разыгрывала. Вань, ну, пожалуйста, послушай меня. Слушай, ты сказала, что у тебя с Эдиком были проблемы. А то, что у тебя баба была, ты не знала? Да ну, не знала я, честное слово. Я ребенком занималась. Мне не до его баб было. И потом. Ну, не было же ничего такого. Ни духов. Да что ж такое? Что ж у него с телефоном-то? Да. Ваня, почему ты не отвечаешь? Ну, я слушаю. Я сейчас еду. И что? Прямо за нашим альпинистом. Он вышел из клуба и едет к офису Рогова. Я понял. Давай. Поехали. 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 Что это одно? Поехали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстро! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Машина. А сама она где? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Все будет хорошо. Просто верь мне. ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кто? Ваня. Так, короче, сейчас говоришь, с мужем нет. С этой, с Олей. Нам нужен пароль от Интернет-банка, поняла? Пароль от Интернет-банка. Я поняла. Не дай Бог, что-то лишнее лепнешь. Анечка, а ты где? Ваня, мне нужен пароль от Интернет-банка. Пусть Оля скажет. Аня, а ты где? Короче, звони этой, Оля. Пусть говорит пароль. Тихо. Тихо. Ты чего? Ты чего? Спокойно. Я слушаю. Пароль, я сказал. Он длинный, я так не помню. На бумажке записан. Мы сейчас поедем домой. Бумажка там. Я найду, сразу позвоню. Ты назовешь пароль. Мужики, здравствуйте. Здрасьте. А можно у вас видео с камеры охраны посмотреть? А вы кто такие? Да какая разница, кто вам? Девушку похитили? Не-не-не, давайте, давайте. Здравствуйте. Что у вас происходит? Аню похитили, прямо на парковке. А нам не дают записи с камеры посмотреть. Майор Печковский, где у вас комната охраны? Ну, пройдемте за мной. Угу. Садимте. Молодец. А если они нас вычислят по телефону в звонку? Спокойно, я тебе говорю. Мы с тобой говорили меньше минуты. Так быстро, а это все не делается. И потом, они же не дураки в полицию звонить? Черт. Связь не ловит. Я пойду поищу связь, а ты на эту карауль. Угу. Самурайский? А зачем он вам? У самураев же принято соблюдать кодекс чести. А вы к вам это не относятся. Вы пугаете женщин. Залазите в квартиры, воруете. А, ну конечно, когда стоит на кону два миллиона евро. Честью можно и поступиться, правда? Чего ты городишь? Какие два миллиона? Фу, так вы не в курсе. А сколько вам Инна обещала? Судя по всему, гораздо меньше, да? Так вот, она возьмет эти миллионы и свалит так, что ее никто никогда не найдет. А вы? А вы будете за все отвечать. И, кстати, мой муж по телефону слышал только ваш голос. И никакой Инны здесь не было. Погоди-ка. А чего угодить-то? Убийство Картовича, ну можно списать на самозащиту, а вот мое, вряд ли… Какое убийство Картович? Чего ты городишь-то? Ну я-то драться не умею. Ну что, подруга, походу продешевила с гонораром-то, да? Молодец. Твоя доля выросла. Одна треть тебя устроит? Да, но чего она говорит про какое-то убийство? Типа на меня повесит? Не хочешь мне объяснить? Ну объясню, обязательно объясню. А пока поди, посмотри, что там снаружи. Иди, иди, посмотри, я с девушкой пообщаюсь. Ну что, психологом подрабатываешь? Нет. Я просто врач. А психолог тут не нужен. Сразу же видно, что вы не совсем здоровы. Ну, а вы думаете, что если вот вы возьмете все эти миллионы и будете жить спокойно, да? Нет. Люди, которым они принадлежат, они вас из-под земли достанут, я уверена. И знаете, что с вами делать? Заткнись. Никакие деньги этого не стоят, я уверена. Я тебе сказала, заткнись. При чем здесь деньги? Я этих получил то, что заслужил. И деньги здесь абсолютно ни при чем. Так, стоп-стоп-стоп-стоп. Отмотайте назад. Еще чуть-чуть. Стоп. Вот они. Смотрите, они не туда поехали, не на выезд. Там у вас что? Да дорожка там. Такая разбитая. Куда ведет эта дорожка? На пустырь. Там дома разваленные. Значит так, мы с Карякиным налево. Иван, обходи дом с другой стороны. Идем тихо и следуем каждый этаж. Ольга, вы пока оставайтесь здесь. Если они позвонят, скажут, что бумажку с паролем нашла. Идти не время. Карякин, вызываем он. Иван, без самодеятельности. Ну, где твоя подружка? Так. Есть. Интернет есть. А что Этик, он не развелся, что ли? А, или просто вы решили его кинуть. Ну, конечно. Такие деньжищи. Свобода, весь мир у ног. Я понимаю. Что ты понимаешь? Что ты понимаешь? Деньги просто обеспечивали будущее. Нам с ним. А идея насчет того, чтобы кинуть компанию, вообще классная. Тут не подкопаешься. Это чья идея? Ваша? Это Рогов. Сперва он Эдика кинул. Обещал дать проценты за открытие филиала. А не дал. А потом я придумала схему. И провела деньги через счета, которые дал Эндик. Сперва. Да, я готова. Я готова назвать пароль. Ай или вай? Ай или вай или е русская? Я не понимаю, а ты что, английского не знаешь? Ну, я вам обещаю. Я буду молчать. Я никому никогда не скажу. Понятно. Я с точкой. Инна, пожалуйста, зачем меня убивать? Я вас спрошу. Ну, вот что, у Эдика было мало. Ну, вы наверняка были в состоянии аффекта просто. Да заткнись ты! Все. Все, деньги пошли. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Не убивайте меня, пожалуйста. Пожалуйста. Ида, я обещаю молчать. Я честное слово, я никому не скажу, пожалуйста, не убивайте меня. Пожалуйста. Я не могу это сделать. Ты болтаешь, как попугай. Я никому не скажу. И ты нас сдашь. Стоять. Опусти ее. Стоять сказала! Дурочку не валяй. Тебе все равно отсюда не выйти. Если вы сейчас не дадите мне выйти, я перережу ее горло. Отошел. Опустил пистолет. Так что дальше будем разговаривать? Пропусти ее. Отошел. Руку! Разина! Я ж тебя предупреждал. По голове хорошо прилетел. Сначала вроде пошел, а потом пошел. Угу, отлично. Да, погоди. Да нормально я. Ай, девочка моя. Что с тобой? Да нормально все. Да заживи. Что еще вы от меня хотите? Подробности смерти Эдуарда Картовича. Как вы оказались в Мателе? Как оказалось? Приехала, на машине приехала. Послушайте, а я вас не по прогулке при Луне спрашиваю, мы про убийство говорим. Давайте по порядку. Зачем вы к нему приехали? Я поняла, что он решил меня продинамить. Как только деньги через его счет прошли, он тоже перестал отвечать на звонки. Потом я взломала почту, а там два билета в Европу. Ни один из них не на мое имя. Так, Ивангова, я не собираюсь с тобой ничего обсуждать. До свидания. Зато я собираюсь. Значит так, Ольга не хочет уезжать из страны, так что присядь и расскажи, что ты натворила. Ты решил меня кинуть, а? Иди к черту! Ух ты. Вообще ничего не получишь, ни копейки. Шантажировать она меня вздумала. Какая ты... Да убери ты руки! Какая ты сволочь! Какая ты любит Faеринка! Я неundи, он русали! Это подождеых уточек. Сдачи. Это подождеusement, Хории toddler очень. Всё! Ненавижу! Ну, деньги были мои. Это честно. Всё придумала я, я всё привернула. И не оставлять же их, бывает и дуря. Можно было просто найти флешку, я сразу поняла, что она у его жены. Ну, как её найти? А тут эта ваша… Аня ваша заполошенная сама в офис пришла. Вот… Вот она связующая звена. А ваш подельник? Санёк? Угу. Мы с ним… Мы с ним в одном спортклубе занимаемся. Я тензи дзюань практикую, а он боец карате. Он ничего про убийство не знал. Я… Я ему меч обещала купить, какой он хотел. Всё бы получилось, если бы не врачиха эта… Послушайте, я про это убийство первый раз от этой девчонки услышал. Если бы я знал, что её на кого-то грохнуло, я бы не вписался. Она мне сказала, что её кинул партнёр и попросила помочь. Ну, типа, чтоб всё было по справедливости. Давно вы её знаете. Года полтора. Вот мы с ней в одном клубе занимаемся. Она мне всё улыбалась. Обещала коллекционную катану подарить. Ну, давайте. Не тяните резину. Переводите деньги и закончим с финансовым вопросом. Тем более, что у нас много других нерешённых. Всё, деньги ушли. Похоже, я должен проверить, что они упали на счёт. Да, проверяйте. Я очень виновата, я знаю. Но я правда желаю вам счастья. Самого настоящего. У меня вот не получилось, а у вас должно обязательно получиться. Вы только берегите друг друга. Хорошо. Ты тоже не виновай. У тебя тоже всё будет хорошо. У тебя куча дел. Сына поднимать надо. Полечу к родителям Волгоград. Главное, что весь этот кошмар закончился. Ань, не держи на меня зла, если можешь. Мы сейчас все расплачемся. Ну что, доченька, давай прощаться? Да. А вы к нам еще приедете? Иди сюда. Обязательно. А ты к нам? Конечно. Приедет. Ну всё, пока. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, что там у тёти? А? Что там у тёти? Спасибо. Пока. А, кстати, а я уволился. Ты что? Уволился? Ну, ты же давно намекал? Вань, но… Не «но», а «и» устроился на новое очень хорошее место. И сейчас мы, кстати, кое-куда прокатимся. Да? Вот так. Прошу. Пап, а ты что, здесь будешь работать? Да. Виталя предложил, я не отказался. Виталя, вообще мне здесь очень нравится. А мне-то как нравится заполучить такого классного тренера, как твой папа. Ну, да ладно тебе. А детские группы здесь есть? А вот это, между прочим, отличная идея. Надо расширять спектр услуг. Ну, пока нет, но мы что-нибудь придумаем. Ладно, ребят, мы пойдем, нам нужно еще другие залы посмотреть. Ну, пойдем смотреть залы. Сережку бы сюда. Ему бы здесь понравилось. Жаль, что они уехали. Ты что, скучаешь? А может мне братика, а? Ну, братика я тебе обещаю. Целуй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok